Приветствую всех любителей рыбалки! Сегодня поговорим об изготовлении поводков из флюрокарбона. Есть три основных способа для изготовления таких поводков. Первый способ, который приходит в голову, это связать петлю непосредственно самим флюрокарбоном. Но если вязать на тонких диаметрах еще получается, то на диаметрах свыше 0,35 мм практически невозможно сделать нормальную петлю, которая надежно держалась бы. В силу своей жесткости флюрокарбон не позволяет связать нормальную петлю. Что же в таком случае делать? Сейчас я покажу вам два основных метода, при помощи которых можно связать петлю на флюрокарбоне. Первый способ, самый простой и быстрый, это использование зажимных трубочек. Делается это очень легко. Вставляем флюрокарбон в трубочку, потом обратно. Формируем петлю нужного размера. И зажимаем инструментом эту трубочку. Все, петля сформировалась. Держится он очень надежно. Но не всем может понравиться вот эта металлическая трубочка на флюрокарбоне. Есть и второй способ, он чуть-чуть более сложный, но при этом получается более компактный вот этот вот узел. Благодаря чему его можно будет протягивать через какие-нибудь карповые монтажи или другие оснастки, которые вам необходимы. И сейчас я покажу, как он делается. Для этого нам понадобится плетенка диаметром 0,10-0,12. Я сейчас возьму со своей старой катушки плетенку. Значит, складываем петлю вдвое. Ложим плетенку сверху. И начинаем наматывать вокруг флюрокарбона и вокруг этого хвостика от плетенки. Нужно сделать хотя бы 25-30 оборотов. Стараться нужно так, чтобы все витки ложились вплотную один к другому. И попытайтесь по возможности, чтобы петли ложились очень плотно. Я сейчас не буду все мотать. Значит, отрезаем плетенку. И вот этот конец, которым мы крутили, перекидываем его обратно в начало, откуда мы начинали, в петельку. И теперь эту петельку затягиваем немного. И затягиваем второй конец. Можно сделать это щипцами, как вам удобнее. Здесь мало витков. Но, как я сказал ранее, нужно сделать хотя бы 25-30 оборотов, чтобы плетенка максимально плотно сформировала вот эту вот обмотку. Концы обрезаем коротко. Флюрокарбон тоже хвостик этот отрезаем. Для надежности можно вот этот узел проклеить супер-клеем жидким. Как видите, он получается очень компактный. Намного компактнее, чем в варианте с обжимной трубочкой. Лично я предпочитаю обжимную трубочку, потому что мне кажется, что она более надежна. Вы уже выбираете для себя тот способ, который вам больше нравится. Повторюсь, старайтесь эту обмотку мотать максимально плотно друг к другу и максимально натянутой нитью, насколько это возможно. Потому что все-таки поверхность флюрокарбона, она абсолютно гладкая, дабы не было выскальзывания вот этой петли из обмотки. Можно для страховки конец флюрокарбона зажигалкой подплавить и обязательно проклеивать этот узел. Поводки из флюрокарбона хороши тем, что практически не видны в воде. Коэффициент преломления флюрокарбона равен коэффициенту преломления воды. Помимо этого, флюрокарбон абразивостойкий, не подвержен стиранию, достаточно жесткий. Его можно использовать не только в спиннинговой ловле, но с успехом применяется в карповой ловле, как замена лоткору. Об этом я рассказывал в предыдущем видео. Кому интересно, можете посмотреть. Использую я флюрокарбон фирмы Катран диаметром 0,5 мм и с разрывной нагрузкой 13,5 кг. Если вам это видео было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем успехов на рыбалке. Пока!